приветики ну что ж девчонки сегодня мы с вами будем упрощать нашу жизнь а может и не будем я пока не знаю вы наверное подумали что это опять очередной выпуск бьюти лайфхаков но нет на этот раз я на заказывал на алике несколько beauty гаджетов так скажем для девушек по секрету вам скажу что здесь даже зубы будут причем они очень дешевые и мне было интересно вместе с вами их протестировать попробовать действительно они работают или не работают в общем будем проверять сделают ли они меня красоткой или мне уже ничего не поможет вот специально заказывала у одного продавца чтобы все эти гаджеты мне пришли в одном пакете так скажем одной посылкой но продавец решил сделать по-другому и высылает мне по одному пакетику так что половина мне не пришла но будем пока пробовать то что у меня есть я ничего не рассматривала я единственная достала из основного пакета чтобы убедиться что там действительно то что я заказывала первый гаджет очень простой вот так он выглядит тут все запаковано еще вот эта штука поможет вам нарисовать идеальные стрелки причем здесь есть разные формы стрелок как вы можете заметить здесь идут две вот таких кошечки и с обратной стороны как раз таки инструкция как ими пользоваться у каждой стороны есть свое предназначение как вы можете заметить вот они кошечки прям как моя сима вот это вот больше похоже на симу одна кошечка как бы выгнулась другая кошечка просто сидит помимо стрелок эта штука еще помогает равномерно наносить тени так что давайте для начала мы нанесем тени а потом уже нарисуем стрелки тени мы будем наносить вот этой кошкой у нее идет на лапке такой как раз таки изгиб который поможет нам нанести правильно тени вот так немного странно и наношу тени потом конечно я думаю придется все растушевать как-то странно это все выглядит знаете на самом деле это очень неудобно что давайте посмотрим что у нас там получилось хотя не уверена попробуем еще нанести какой-нибудь темный оттенок чтобы уж наверняка было все видно хорошо у меня конечно не очень сильно пигментированные тени если бы они были прям яркие то думаю было бы хорошо заметно что посмотрим что получилось то я не понимаю как тени оказываются вот здесь на складке может быть кисточка слишком большая я практически не вижу себя в зеркале потому что она далеко я сейчас еще нанесу на второй глаз можно было и как-то приклеить не знаю возьму на этот раз кисточку поменьше чтобы не было сверху никаких теней убираем здесь уже как-то получилось более ярко видимо я уже научилась хочу все-таки немного добавить на другой глаз потому что этот выглядит ярче убираем все растушу и также вот этот хвостик у кошечки можно прикладывать глазу чтобы не уйти тенями за края переходим к стрелкам здесь я буду использовать вот эту уже сидящую кошечку мы будем рисовать стрелку вот этой частью под номером 7 хвостик в общем должен быть где-то блин в глаз попала я буду рисовать только кончик потому что дальше она расширяется и думаю будет смотреться вообще некрасиво в общем получилось как-то так дальше уже можно мне кажется и без трафарета сделать не знаю вам нравится вот такая форма стрелки мне лично я не очень вот с этой стороны получится думаю более плавная стрелочка блин тут какая-то вообще ерунда получается что хочу сказать по поводу этих гаджетов в принципе задумка неплохая некоторые стороны отлично работают ее очень сложно держать ровно прям на коже потому что она постоянно ерзает покрытие здесь что такое она как у пластиковой бутылки это жутко неудобно еще сторону очень сильно периодически царапаются это тоже некомфортно ну что переходим к следующему гаджету который мне тоже безумно хотелось попробовать выглядит это все вот таким образом наверняка кстати вы видели как корейские девушки наклеивают какую-то полоску на века у них кстати по сути как раз таки и такое же века как у меня она идет нависшее и как правило такому веку не каждый макияж подойдет это жутко проблемно по своему опыту знаю потому что это всегда жутко меня бесило но сейчас уже как-то я привыкла и на это не обращаю внимание сейчас мы вместе с вами попробуем наклеить и так здесь их я смотрю очень много прям целый набор отрываем одну штучку и сейчас попробуем приклеить вот сюда и вот эта штучка она вот так отрывается и там уже идет прозрачная пленочка вот отрываем эту часть раскрываем глаз широко у меня уже ненавидшие века века готова но если честно с этими штуками не очень удобно ходить и я видела кстати еще что девчонки наносят тени так что сейчас мы еще с вами накрасим глаза смотрите если нанести тени то они прилипают к этой липкой ленте и ужасно если честно ощущение как будто они просто скатались где-то там в складке как обычно это бывает когда девчонки не наносят базы и когда веки слишком жирные кстати я их очень часто вижу на каких-то корейских сайтах видимо корейских девушек и не очень популярны что касается вот этих липучек этого бьюти гаджета то я здесь немножко в замешательстве потому что с одной стороны вещь удобная и действительно глаза становится больше выразительной и куда-то пропадает это нависшее века ощущение как будто вам вот эту кожу и зашили и как-то вот неаккуратно это все выглядит когда взгляд просто открытый вы смотрите прямо то в принципе все еще более-менее а когда вы опускаете вниз свои глаза то уже совсем как-то странно моде всегда остаются натуральные брови и я захотела попробовать вот такой интересный лайнер или карандаш для бровей он не совсем обычной формы идет то есть при помощи него можно сделать так скажем такую волосковую технику и тем самым брови будут выглядеть более объемными если например у вас не хватает волосков то их можно вот этой штукой нарисовать я не знаю как она работает и получится ли у нас что-то но сейчас мне придется стереть немного свои брови в общем выглядит это так обычный лайнер с виду смотрите форму у него как у вилки сейчас мы с вами это попробуем как видите у меня в конце брови их практически совсем нету но есть но их мало очень и сейчас мы этой штукой попробуем бровь нашу заполнить и по направлению волосков посмотрите какой он черный я заказывала темно-коричневый досмотрите такое ощущение что мы просто рисуем маркером мне кажется он очень жирный он очень сильно через чур сильно пропитан но получается какая-то ерунда я если честно всегда одинаково оформляю брови но здесь мне кажется вот этой этой штуковины у меня вообще ничего не получается особенно вот такие вот жирными штуками вы вот скажите вот и как с этим жить пробую сильно не нажимать на эту штуку ей просто нереально оформить брови это же просто какая-то черная подводка посмотрите теперь какая красотка такое ощущение что я сходила какому-то неудачному мастеру на татуаж бровей это никуда не годится брови как будто углем нарисованы помимо того что мне положили вообще не тот оттенок который я заказывала они еще и нереально жирные придумайте кстати ее применение в комментариях потому что для бровей я ее точно не буду использовать у нас остался последний гаджет он на мой взгляд самый интересный хотя надежд особо я на него не возлагала потому что это просто бред в общем вот эту штуку я случайно увидела на алиэкспресс и мне просто стало любопытно неужели это кто-то заказывает неужели это этим кто-то пользуется это так называемая вставная челюсть по моему она идет только на верхние зубы я не открывала не знаю что там внутри я ощущаю себя какой-то бабулькой которая вставляет себе челюсть а на ночь кладет ее стакан с чистой водой там что-то гремит бремчит вот так все это дело здесь выглядит смотрите они из какой-то дешевой пластмассы это какой-то ужас смотрите тут еще какие-то дырки а вот эта штуковина для чего ладно я сейчас продезинфицируют это все потому что все-таки на зубы мне я как-то брезгу это одевать не знаю как это все вставляется они даже на настоящее не похожи ужас какой-то и вообще на мои зубы не нарезаю что и требовалось заказать полная ерундистика так что если вы вдруг подумаете что на алиэкспресс можно заказать зубы то вы ошибаетесь хотя может эта штука вообще для чего-то другого предназначается красотки конечно из-за меня не получилось как бы я не старалась но думаю все таки это видео было для вас интересным следующий раз я попытаюсь заказать еще больше гаджетов различных кстати вы можете мне в этом даже помочь оставляйте свои комментарии чтобы вы хотели чтобы я испробовала можете даже какие-то ссылочки оставить а сейчас пока можете посмотреть мое предыдущие видео если вдруг вы еще не смотрели и это 5 идей маникюра кстати один из этих маникюров у меня сейчас на ногтях у меня здесь нарисована вот такая бабочка так что если вам интересно обязательно переходите